В ночь на 19 августа в турецком городе Анталия, во время совместного ужина в ресторане пятизвездочного отеля, был убит один из влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули. Убил законника его ближайший помощник и воспитанник Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский. Сайт «Страна» узнала подробности убийства, а также выяснила, как это повлияет на криминальную ситуацию в Украине. Вор Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули входил в десятку самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Основным доходом его криминального бизнеса было крышевание так называемой овощной мафии, азербайджанских оптовых и розничных торговцев овощами и зеленью. Помимо этого он выполнял функции своего рода крестного отца над всеми азербайджанскими общинами в России, Украине, Казахстане и Турции. Также Лоту Гули организовал разветвленную сеть своих смотрящих, которые претендовали на лидирующие позиции практически во всех криминальных промыслах в этих странах. От автоугонов до контрабанда сигарет и контрафактного алкоголя. Интересно, что Лоту Гули считался ревнителем старых воровских традиций, что не мешало ему обладать огромным богатством. Источники страны утверждают, что Надир Салифов был мультимиллионером с состоянием более полумиллиарда долларов. Дело в том, что Лоту Гули умудрялся руководить своим криминальным кланом, даже находясь в тюрьме. Из заключения Вор вышел лишь в 2017 году, после нескольких ходок в тюрьму общим сроком около 22 года. Топтал сроки Лоту Гули в азербайджанских тюрьмах. Там Вор считался одним из самых опасных криминальных лидеров, поэтому часть своих ходок он отбывал на особом режиме, говоря простым языком, в помещениях тюремного типа, а не на общей зоне. Тем не менее, находясь в тюрьме, Лоту Гули регулярно организовывал видеоконференции со своими соратниками. Работа его криминального клана не прекращалась ни на минуту за все время заключения. Более того, Надир Салифов умудрялся отвоевывать лакомые куски бизнеса у других воров в законе, а также организовывать рейдерские захваты овощных баз и рынков по всему бывшему СССР. Так под контроль вора в законе в свое время попали очень влиятельные азербайджанские бизнесмены, вроде бывшего хозяина крупнейшего московского рынка, черкизовский Тельмана Исмаилова и застройщики Зарах Ильиев и Гаду Ниссанов. Конечно, агрессивная манера заваревания новых бизнес-сфер не нравилась многим, в том числе коллегам Лоту Гули, другим ворам в законе. В 2005 году статус Лоту Гули как коронованного вора был не признан несколькими влиятельными ворами – Ровшином Ленкаранским, Мамедом Масалинским, Чингизом Сидым и Хикметом Сабирабадским. Лоту Гули поставили в вину жестокие избиения в тюрьме других воров в законе, которые претендовали на лидерство в местах заключения, где отбывал срок Надир Салифов. После освобождения из тюрьмы в 2017 году Надир Салифов эмигрировал в Турцию. В этой стране его неоднократно задерживали, но отпускали через короткое время. Дело в том, что Надир Салифов имел дружеские связи с лидерами турецкой мафии и продолжал конфликтовать с кланом покойного вора Ровшина Джаниева. Клан убитого Ровшина Ленкаранского подозревал, что их главу убили по заказу Лоту Гули. Из-за давнего московского конфликта, когда Ленкаранский был во главе воров, не признавших Гули вором в законе. Поэтому одной из основных версий убийства Лоту Гули считается месть братьев покойного вора Ровшина Ленкаранского. По информации источников страны в полиции, убийцу Лоту Гули, Хаганазий Налова, попросту подкупили. В Украине Надир Салифов конфликтовал с вором Андреем Недзельским по кличке Неделя. Ранее была информация, что избиение Недели в Киеве было организовано Лоту Гули. Дело в том, что Неделя претендовал на роль лидера воровского сообщества в Украине. В свою очередь, Лоту Гули, как отбывший более двух десятков лет в тюрьме, считал Неделю апельсином. Андрей Недзельский не обладал тюремным прошлым, за исключением небольшого срока в испанских и французских тюрьмах за подделку иностранных паспортов. Однако вопросы бизнеса более актуальны в современном воровском сообществе, чем воровские традиции. Именно в этом и зацепились Лоту Гули и Неделя. Андрей Недзельский по сей день контролирует контрабандные потоки через западную границу Украины. А Лоту Гули за последние два года, по сути, захватил контроль над контрабандой сигарет и наркотиков в западных районах Одесской области, договорившись с лидером местной криминальной группировки Олегом Папеску по кличке Румын. Также Лоту Гули активно общался с представителями западноукраинских криминальных группировок фактически в обход недели. По другим данным, конфликт недели и Лоту Гули преувеличен, и они имели точки соприкосновения. Впрочем, основания для заказа убийства азербайджанского вора были еще как минимум у нескольких десятков влиятельных бизнесменов и криминальных авторитетов. Но узнать правду будет довольно трудно, даже при том обстоятельстве, что убийца Лоту Гули задержан. Дело в том, что в турецких тюрьмах также очень велико влияние воров в законе местных турецких авторитетов. Поэтому жизнь киллера Лоту Гули может оборваться в любой момент. Заказчики убийства вора могут организовать это при первой возможности. Именно поэтому турецкая полиция конвоирует киллера Хагана Зейналова в мощном бронежилете и под усиленной охраной. Для Украины убийство Лоту Гули означает начало крупного передела за контроль над криминальным бизнесом. Первую очередь убийства Лоту Гули означает некоторое ослабление позиции Олега по песку по кличке Румын. Впрочем, к таким изменениям авторитету не привыкать, так как Олег по песку давно и прочно утвердил свое влияние на Бессарабию и плотно завязан бизнес и дружескими связями с бессарабскими авторитетными людьми. Также изменения могут коснуться самого недели. Если верны сведения о его конфликте с Лоту Гули, то убийство последнего будет на руку Недзельскому. Правда, он сейчас сталкивается с нарастающим влиянием конкурирующего днепровского клана вора Умки. Исчезновение мощного авторитета Лоту Гули также играет на руку и этому клану. Будет возможность поучаствовать в борьбе за его наследство. С учетом большой роли, которую в последнее время днепропетровцы играют в политической жизни страны, выход на первые роли и авторитетов из этого региона вполне логичен. Но самым непосредственным образом убийства Лота Гули скажется на ситуации внутри азербайджанской диаспоры и бизнеса ее представителей в Украине. У них должен появиться новый главный смотрящий, который заменит погибшего авторитета. И пока не очень понятно, насколько мирной будет борьба за освободившееся место. Субтитры создавал DimaTorzok